В Тамбове 22 марта в районе аэропорта прошли массовые учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели продемонстрировали свои умения. В случае реального происшествия специалисты смогут применить навыки. Учения были задействованы средства всех подразделений экстренных служб. Оперативность и слаженность экстренных служб оценил полковник Алексей Шапушников. По легенде учения начались с телефонного звонка очевидца ДТП. Дежурному сообщили, что в районе аэропорта столкнулись три легковых автомобиля и один пассажирский автобус. После чего все экстренные службы выехали к месту происшествия. И первым приезжают сотрудники ДПС. Они пытаются помочь выбраться пассажирам из машин. Следом примечались сотрудники МЧС, перед которыми стояла задача потушить автомобиль ВАЗ-2106. К месту ДТП приезжают медицинские работники, которые осматривают пострадавших. Кому-то нужна медицинская помощь, а кому-то психологическая. Пассажиры-водители марки Волга оказались зажатыми, но в скором времени профессионалы своего дела смогли распилить автомобили и спасти пострадавших. Все действия были выполнены в оперативном режиме, никакой суеты. Каждый сотрудник знал свое место. Для спасения пассажиров машины и автобуса понадобилось несколько минут. А чтобы оказать им какую-либо помощь, был установлен пункт временного пребывания. На территории Тамбовской области проводится проверка готовности сил и средств к действиям по сезонным рискам. Мероприятия, планированные по сезонным рискам, выполнены в полном объеме. Учения проведены на оценку хорошо. Сил и средств, задействованных в учениях, достаточно. Завершающим этапом стало появление спасательного вертолета. Специалисты своими действиями показали, насколько стремительно они могут достать пострадавшего на борт с помощью специального оборудования. Силы и средства региональной системы реагировали на чрезвычайные ситуации, работали слаженно, работали ответственно и уложились в нормативы. Поэтому учениям ставится высшая оценка. В учениях были задействованы более 80 человек из свыше 20 единиц техники МЧС, ГИБДД, поисково-спасательного отряда, службы скорой медицинской помощи и других оперативных служб. Стоит отметить, что за время учений и совещаний ни один участник действий не пострадал. Алена Миронова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва.